Друзья, мы едем в Сергеев Посад, а сейчас мы подъезжаем к съезду с Ярославского шоссе на мою дачу, которая находится в деревне Сухова, Талица, в месте, с которым у меня связана вся моя жизнь без исключения и в настоящем месте силы, где я вообще много чего научился и дружить, у меня до сих пор мои самые близкие друзья, они именно из деревни и как-то отстаивать себя и вообще радоваться жизнью научился. Это примерно 20 километров до Сергеев Посад. И всегда, когда вот мы едем, в детстве мы ездим на машине, потом на электричке, сейчас своей иногда езжу, всегда включаю этот трек, музыку из брата, наутилус или это Алгата Кристи. Мне кажется, эта музыка очень подходит под наши российские дороги, под наши российские пейзажи, под вот такую даже серость, дождь. Есть ли там какая-то невероятная сила и дух нашего менталитета с вами, нашего народа? Я не забуду о тебе никогда, никогда, никогда с тобой буду до конца, до конца, до конца, до конца. И мертвый адмирал сойдется с ним к свечам, и пустотой верхам, на поле слоя отдают. Ну что, друзья, мы на базе, приехали в Сергеев Посад и находимся внутри такого индустриального кластера, собственно, где сегодня будет и выставка проходить, где мы будем жить, прямо буквально в 10 метрах от Сергеева Посадской лавры. Поэтому нас ждут незабываемые выходные и, как всегда, прекрасные люди, много крутого искусства и, конечно, атмосфера этой интересной жизни. Погнали! И когда с тобой я буду до конца, до конца, до конца, до конца, до конца. Считанные минуты остаются до открытия выставки Валеры Чтака в этом чудесном городе. И мы сейчас идем по направлению. К этому городу вышли с трикотажной фабрики, где, собственно, мы поселились и где находится главный арт-кластер Сергеев Посада. Это мастерские для художников, ресторанчики, кинотеатр, лекторий. Вы это еще все увидите в этом выпуске. А вот сейчас идем и идем через вот это вот здание. И в видео написано «Дом художника Сергеев Посад». Поэтому мы точно идем по адресу. Погнали! Видите, здесь афиши местных выставок, музей игрушек Александра Грекова, музей игрушек Андрей Демин, член Союза художников России. Там вот художники, такая кисточка триколора, молодые художники России. Но мы воспользовались этим зданием как перевалочным пунктом, но снова выходим на улицу и идем дальше. Да, большие плакаты. Валерий Чтак, название поселок городского типа. Наверное, речь идет о Сергеев Посаде. Куратор Аня Синица. Мы, конечно, огромное количество информационной поддержки получили. Очень приятно, что крупно посередине арт-патруль. Поэтому, друзья мои, мы заходим и начинаем. Погнали! Только что были в Амельчинге, делали на презентации раскраски арт из лав. Да, теперь мы в Сергеев Посаде. Рынок маленький, все ездят в такой город. Конечно, конечно. Рад тебя видеть. Ты только приехала? Нет, ну, пару часов назад. Друзья, Аня Зыкина вообще человек, который делает для искусства очень много и делает этот мир крашек. Конечно, смотри, у нас даже севенирку мы привезли. Это ваше? Да. Вот, это интересно. Вы же работаете со Читаком. Да, конечно, конечно. Ну что, друзья, мы на выставке первые пять минут и уже подошли. Вы знаете, вы как зачарованные. Прю, Пайпер, Фиби и Пэй. Или группа. Расскажите немножко про вас, как вы оказали, Сергей, в Посаде на выставке Читака и что у вас за арт-объединение? Мы дружим с прекрасной Аней, которая все это устроила. У нас всероссийское арт-объединение Восторг, которое охватывает всю страну. Это Восторг. Набирает художников со всей страны. Мы делаем с ними выставки, мероприятия, ивенты. А как вы это все, вы это все своими силами или за вами какой-то фонд, может быть? Пока что мы своими силами. Молодцы. На энтузиазме. Мы с удовольствием поможем. Приходите в гости в Амельченко Гэллери. И давайте подумаем, может быть, что-то совместное. Арт-Патруль с удовольствием поддержит. Как твое первое ощущение? Потрясающе. Потрясающе. Это такой восторг дикий, что это произошло. Это наконец-то состоялось. Мы два с половиной месяца же готовили этот проект с Валерой. И ты прошла, по-моему, все кругиады. Все кругиады в США. И все состоялось. Благодаря еще Сергею Александру Чапанову. Без него бы ничего не было. Круг. У нас же не было никакого бюджета. Нам помогли арендовать площадку. Собственно, все подключились к галерею репостами. То есть инфоподдержка у нас была серьезная. Ты настоящий патриот своего города. Я просто знаю, как Аня болела за этот проект. Как она сильно переживала. Сколько ты мне писала, что вам там отказали, там перенесли. И так далее. Для меня это очень важный проект. Хотя казалось бы, радоваться надо. Выставка такая чудесная. А почему-то сталкиваемся с проблемой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я режиссер и занимаюсь в основном таким экспериментальным театром. Соединением различных новых медиа. То есть там робототехника, нейрофизиология, нейротехнологическое искусство. Там сайт-специфик, документальный театр. И здесь просто я родом из Сергея Посада. Мы вместе с Аней. Было всегда большое желание из Москвы, из Питера подтягивать какие-то идеи, людей, проект сюда, в Сергеев Посад. И вот мы здесь оказались. И подтянули. И подтянули. Подтянули Читака в Сергеев Посад. Хорошо. Как тянули? Тяжело было тянуть сюда? Нет. Ну, с Валерой изначально у нас история. Нет, с Валерой я знаю, что у вас полный коннект. Да. С точки зрения организации его выставки в Сергеев Посаде. Нет, было очень все просто, потому что Валеру изначально поддерживают очень многие ребята на Московской галерее. Поэтому у нас сразу такой большой пул поддержки образовался. Тянуть Валеру было не сложно. Сложно было Сергеев Посад тянуть к Валере. Я и говорю. Тянуть Валеру. Я по Валеру сам приехал. А тут получилось так, что Аня нас позвала, наш проект, поучаствовать в выставке, которая должна была быть в другом месте. В музее, да? Да, но там была тоже мощная такая подготовка, очень много людей задействовано, но вот почему-то в какой-то момент там этот проект не смог случиться. Мы должны были там играть спектакль, тоже такой сайд-специфик, перформанс. Все было очень круто, но все отменилось. А что за спектакль? Это иранская конференция, это Иван Варапаев, иранская конференция. Это спектакль, который здесь шел уже с 2019 года, много раз в разных точках, но не получилось. Поразительно, знаешь, насколько циклично? Да, когда-то в 2018 году я снимал интервью с Ваней Варапаевым в Вене, в Астрии. Тогда он впервые вообще показывал Иранскую конференцию на русскую аудиторию. У меня есть выпуск «Хард Патруль». Да, возникли сложности. Со спектаклем или с целой выставкой? И со спектаклем, и с выставкой, и вообще со многим. И тогда я помню, вообще этот был проект на грани там... Ну его по сути все, его не было, все отменили. Искать новую площадку. Нет, был даже момент, когда все, Аня сказала, ну все, ну типа все, что, как бы ничего нет, площадки нет. У тебя просто пустить руки, и мы, собственно, все дальше. Но ты не опустила руки. Нет, ну, нет, ну что... Мы в зале у меня созвонились, и типа обсуждали, все это было ужасно, все, как бы отмены. Я говорю, Аня, давай, короче, давай, короче, просто сделаем. Я говорю о поддержке, это очень важно, что хотя бы кто-то поддержит, проект Ваня. В твоем лице, да, было? Да, да, Ваня сказала, что давай вместе поедем и будем искать площадку. И мы просто так ехали. Да, мы объездили на машине, да, я говорю, поехали туда, поехали на завод, на заброшку на какую-то, поехали там в торговый центр, поехали. Ну, короче, у нас, мы здесь уже много довольно разных мест, облюбовали под перформансы, спектакли. У нас, как бы, были такие места, где мы уже были, но мы хотели что-то новое, и потом сидели в трикотажке с Сережей Шейным, со Светой, и Света говорит, давай, вот смотри, откроем объявление, список объявлений. Коммерческая недвижимость, что, вот, первое там прям позвонила сразу, и вот. Что там было, алло, мы хотим выставку современного художника? Ну, что-то типа того. И там такое, бей-бей-бей-бей-бей. Да, нам сказали подойти, примерно обговорить, что и как, какой у вас бюджет. У нас бюджета не было никакого. Угу. Просто нулевой бюджет. Угу. И мы начали искать, какой-то финансированный. И нам в этом помог Сергей Александрович Пахомов. Он очень уважает Валерий Читака и сказал, что я вам помогу с арендой и, собственно, вот помещение вам на месяц. И мы поймем, что это возможно. Да. Вот Сергей Александрович Пахомов, депутат Государственной Думы от Единой России, да? Да, 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 да. Спасибо, Александру. Сергеевич, спасибо. Вот так, вот так, вот так все просто. Вот так вот рушатся все стереотипы вообще и взаимоотношения. Будет ли здесь какой-то спектакль? Будет, будет. Первый спектакль, перформативная, мистериальная такая музыкальная история. Вот. Мы перепридумали специально тоже для этого пространства, перепридумали, сделали другое событие. Привет, ребята из Москвы. Ансамбль Петр Валентинович, такие обаятельные, с ироничным названием ребята. Их шесть человек, они поют акапель на современную, академическую, народную, там, духовную музыку. И такой микс получается очень прикольный. Ну, типа, для города нам показалось очень органично. И на контрасте вот с выставкой такой будет, скорее всего, это будет такая оритериальная какая-то мистерия. Красота. Да. Ты знаешь, звучит точно не хуже иранской конференции Ивана Варбаева. При всем уважении. Но это будет что-то другое. Да, да. Это будет и жанр вот другой. И вот мы здесь... Мне кажется, этому месту даже больше это соответствует. И выставка получилась замечательная. Будем вместе с вами развивать искусство, когда есть и театр, и кино, и музыку. Будем идти на команду. Тогда у нас больше шансов на то, что получится. Получится. А люди уже сами разберутся, какое искусство они выберут и что им будет близко. Главное, дать им такую возможность. Сергей Александрович, очень приятно с вами познакомиться. Привет. Огромное спасибо, что поддержали этот проект. Аня очень много рассказывала. Очень она вам благодарна. И я тоже благодарен, как человек, который популяризирует искусство и который работает в разных сферах. Это очень важно, когда вы депутат государственной думы, но все равно представитель народа и с одной стороны представитель власти. И это очень важно, когда слышат и помогают. Вот вы говорите, рискнули. Расскажите немножко, почему пошли на это. На самом деле, я говорю, рискнули. Это просто слово подобрал. Может быть, в массовом сознании это определение сработало. А на самом деле у нас не было никакого сомнения. Просто изначально ребята предлагали это сделать в музее в нашем, у Сергея Посадского. Но я вот, несмотря на то, что очень долго этот вектор был основным, я сразу сказал, что надо искать другую площадку. Это не для музея, но не для того формата, который у нас есть. А там был какой-то музей, а-ля Краеведческий или классическое? У нас классическая живопись, у нас истанический, вот там Ризникса. То есть это федеральная коллекция. Нет, у нас сомнений на самом деле не было. Ризка, я большого не вижу. Я думаю, что мы правильное решение приняли. Ну, вот такое необычное место, но, кстати, очень удобное. Для такого концептуального или нового, как назвать искусство, ну, самое подходящее. Я, конечно, может быть ближе к традиционному искусству расположен, но я редко пропускаю выставки, хосеи-то в столице подобные. То есть вы любите, да? Они вообще любят. Да, я люблю. Вы коллекционируете, что вы сыграете? Есть чуть-чуть. Я вместе с сыном не пропускал и венецианские ежегодные, там, в год, архитектура. А вы давно вообще вот в искусстве? Всю свою, как бы, жизнь или вот в какой-то момент пришли, там, несколько лет назад? Я на самом деле пришел через традиционную. Вот, кстати, очень большую роль сыграла выставка Бенкси Крепиковки. Я, конечно, выход через сувенирную лавку посмотрел в первый год, когда его перевели 12 лет назад, только на русский. То есть я в этот, я как бы погружен немножко. Вот тема, у меня есть в этом что-то. Сто процентов есть что-то. Друзья, пользуясь случаем, смотрите наш выпуск 2018 года. Бенкси из Крепиковки. Я тогда только-только сувенирнулся. Бенкси Крепиковки, вот зеленый этот, Хайр, Черчилль. Шикарная вещь. Поэтому это часть нашей жизни. А до этого вы были знакомы с творчеством Валера Читака? Ну, честно говоря, я, конечно, познакомился после того, как Аня начала привозить у нас с какой-то определенной периодичностью. Вот лето-осень прошлое, она привозила ребят на, вот еще у нас есть пространство, такой трикотажка. Да, мы там остановились как раз. И там проходили общение, лекции. Я пару-тройку раз заглянул, так посидеть, посмотреть, послушать, там кое-что. Ну, мы разговаривали, я увидел просто случайно, что происходит. Разговаривали, я абсолютно искренне считаю, что это надо развивать обязательно. Это, кстати, я вообще минусов не вижу. Посмотрите, вот, поставим, люди приходят, приходят и приходят. То есть, это весь будет людно, многолюдно всегда. Опять же, по-разному можно к этому относиться, но это в любом случае интересно. Это в любом случае. Я думаю, что если бы здесь сейчас висела бы розетка обычная, можно было бы обсудить ее как экспонат. То есть, это же все, как бы все это же настроение. А повесили бы себя вот очтака? Я уточнил уже расценки. У себя дома? Сразу же. Ой, у меня что только не висит. Я уточнил уже, да, возможность прицениться, да. Нет-нет, я очень к этому отношусь очень позитивно, с большим пониманием. Обсуждали тоже с коллегами. У всех же разные. Да, я, кстати, у Валеры спросил. Пояснишь, нет, в каждом городе свое пояснение. Бессмысленно. Но вот конкретно я сейчас по своей основной работе, я же выглавляю комитет постройки, по сути ответственную за законодательство, за правила в этих отраслях. У нас сейчас есть огромная проблема. Мы ее видим в том, что все города одинаковые. Потому что все наши чиновники, которые обязаны творить, в том числе, что главный архитектор, который должен быть какой-то горизонт для каких-то нестандартных решений. Они все превратились в серых мышей, в одинаковых пиджаках и мыслях все одинаково в каких-то заданных рамках. И поэтому у нас получаются все одинаковые города, вот ровно как у Валеры на каждом... Мы сейчас обсуждаем, какой сигнал дать, как законодательно раздвинуть рамки, чтобы эти люди опять вернулись туда. Это очень важно. Это важнейший момент, потому что у нас все свои города. Очнешься утром в каком-то любом городе и не определишь все, а мы всем одинаково. К сожалению. Очень круто интегрировать в такие города искусства. Ставить скульптуры современного искусства. Компании, даже какие-то большие строительные, ну, да, блокбастеры, скажем так, чтобы они сразу же закупали искусство. Все, что вызывает эмоции, все, что вызывает эмоции, всему должно быть местным. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Сейчас такой небольшой экспромт, импровизация. Но импровизацию мы любим, мы же все люди искусства. И, по крайней мере, стараемся такими быть. Хочется начать, наверное, с аплодисментов вообще в сторону Анны и всех, кто открыл этот прекрасный проект сегодня. Я считаю, что это очень важное событие для Сергеев Посада, для такого чудесного города. Это вот, согласитесь, вот мы только что говорили как раз, выходишь за пределы этого города и просто попадаешь в музей. Здесь музей. И искусство этот город сопровожает уже много-много веков. И очень здорово, что благодаря таким чудесным и инициативным людям, как Анна и вся команда, эта традиция, она сохраняется. И постепенно искусство из классического. Ты можешь увидеть Сергеево-Пасадскую лавру, которая считается, да, ее знает вся страна. И тут же зайти и увидеть выставку современного искусства. Причем не просто выставку современного искусства, а еще и одного из самых известных, успешных художников России. Давайте поаплодируем тоже Валере Штаку. Он где-то здесь, он всегда скромный, Валера всегда скромный. Остается в тени, потому что он считает, что люди должны наслаждаться не им, а его искусством. И это так думают очень многие художники, в принципе, это правда. Их родных, друзей картины можно купить, кто не знает, это всегда важно. Поэтому всем спасибо большое. Спасибо, друзья. Вообще, это главный арт-объект, Валер, я считаю. Легендарная палка твоя, Валер, ты на всех открытиях. Когда ты на аукционе, я продам, это очень дорого. Валер, дорогой, я очень рад тебя видеть. Это взаимно. Здесь, в Сергеево-Пасаде. Мне очень приятно, что в этом городе открылась именно твоя выставка. Такого реально крутого, культового русского художника. Для молодежи, для местных, я считаю, что это очень большое событие. Хорошо. Если это так, это они сами скажут. Нет, они сами решат. Это правда. Это правда. Время рассудит нас всех. Тут спору нет. Ну, давай немножко с истоков. Я так понимаю, что с Аней вы дружите уже давно, да, в близких отношениях. Ну, она мне, она просто написала, говорит, можно я сделаю ваши значки с вашими картинками. Все началось со значков. Ну, да. Можно я сделаю, сделаю все. Она присылает, как, эти самые картинки, с которых она хотела сделать значки. И вот, в общем, ну. И получились броши. Да, и потом она эти броши прислала мне. Да, очень крутые. Аня Синица очень талантливая. Мы еще обязательно воним интервью. Потом она говорит, давай сделаем выступ в сербовом посаде. В музее сначала выходи. Ну, ладно, договорю с музеем. Потом музей, ну, вообще, что-то странно завести, как полагается в музее. Давай чуть-чуть сюда пройдем. Я хочу пройти, Валера, к черному коту. Чтобы ты немножко объяснил его присутствие на наше сегодняшнее мероприятие. Он такой гигантский. Один черный кот. И вот там тоже черный кот. Лишь написано Шави. Да. То есть черный. Шави это черный? Это на какой-то каком языке? На грузинском. Это символ анархизма. Один из символов анархизма, здесь написано по-корейски, анархизм. По-корейски? Ты по-корейски тоже пишешь? Ну, я использую разные языки. Я не знаю, я прочитать не могу. Я не говорю по-корейски. По-грузински могу прочитать и написать, но... Не говорю. А черный кот это тоже символ анархизма? Анархизма. Символ анархизма? Символ анархизма, да. Ну, ты просто смотришь, анархик, символизм, и там будет черный флаг, то есть это децеплик, и в том числе бы черный кот продон немножко не такой, но в общем... Валер, когда тебе перебегает черный кот дорогу, ты обходишь это место? Как католик, я делаю вот так. Вот эта вот идея мне очень нравится, с картонной коровкой. Твоя? Моя, конечно. Хорошо, а что, кот символизирует анархию? Валера, а что символизирует? Да, анархизм, анархия, а что символизирует? Ну, красиво уже. Красиво не... То есть, не какие-то отсылки, что вот, свобода, бездомность, вот как-то коров, тебе к чему-то, к бездомности, если тебе к чему-то отсылает, это твое право, я так считаю. Это как искусство и должно работать? Да, да, потому что мало ли что... Ой, я ударю, Павел. Мало ли что я там хотел сказать? Что хотел сказать? Что я сказал? Ну, я хотел сказать одно, а сказал вот это. И важно, что увидел зритель. Да, это гораздо важнее, чем что я там хотел сказать. Просто мне повезло делать то, что я делаю, и иметь поклонников, доход, хейтеров и так далее. Людей, которые берут у меня интервью, людей, которые мне аплодируют, людей, которые говорят, что никогда больше такого не делаете. Ну, в общем, это круто. Короче, ты в теме. Ну, я просто... Правда. Как Джараха поет, я в маменте. Тебе нравится творчество Джараха? Нет. Ты противнейший персонаж. Просто фраза... А фраза вспомнилась? Я подходит, да. Ну, мы не стесняемся брать отовсюду. Ну, если Гитлер сказал, что это хорошее, то почему бы и нет? Ну, Гитлер так говорил. Да, тоже. Ничего не поделаешь. Ну, сказал, что хорошо. Просто он мало чего хорошего говорил, но если бы сказал... Мало чего хорошего сделал. Это еще меньше. Еще меньше, чем сказал. Еще меньше, сто процентов. А мы до сих пор расхлебываем. Что здесь написано, Валер? Я знаю секрет. Я знаю секрет. Я знаю секрет. А там написано, что это секрет полишинели. Как? Это секрет полишинели. Ты не знаешь, какой секрет полишинели? Скажи, пожалуйста. Это... Ну, странно, что люди, знаете, секрет полишинели... Это секрет, который никому не секрет. Это тоже сообщают. А я тебе кое-то расскажу. А это, оказывается, вообще не разный секрет. А об этом знают все. Да, да. Об этом все. Это... Такой был жанр раньше. Комедия. Комедия для лярта. Валер, скажи мне, пожалуйста, ты очень часто изображаешь вот дома своих работах. Черные, серые, белые. И очень узнаваем. А ты закрываешь... Ты пытаешься закрыть бетон. Да. А почему? Ну, просто красиво. Тебе нравится, да, коробки? С дырки не нужны нам бетонные здесь. Мне нет. Все. Вам может и не нужны, мне не нужны. Понял-те. Это выглядит очень круто. Можно, кстати, такую игру здесь запустить, чтобы месяц люди ходили и поправляли эти вещи. Это надо правдом быть. Объясни, почему. Я знаю, ты же москвич. И я москвич. По национальности, москвич. И я, да. Мы с тобой с одного района, братан. Ты из какого района с тобой? Измайлова. А я с бабушкой. Нет. Ни один район. Нет. Здесь. Здесь все эти паспы. Да, да. Нам приехали, поехали,игрочи пидорас и москвичи. Ха-ха-ха. Погалдели. Твои строки? Нет. Это известные. Какие-то. К нам приехали,грочи пидорас и москвичи. Прилетели. Погалдели. Обратно улетели. Потрясающе. вопрос у меня такой почему ты так часто изображаешь эти дома ну вот например мне они очень близки потому что вот я вырос на районе по всей стране по всей стране страна огромная и везде я берем снг бывший советский союз я считаю что просто выкручевки и депо мнение дома это в общем-то по большому счету гениальный проект просто просто сделаю это может быть не так как хотелось бы но очень гениальная идея у всех его есть шансы иметь ну просили расселить но двухкомнатную квартиру с канализацией с горячей водой с отоплением с газом и целью лично это гениально их учеба и всех переселил из бараков многих не всех у многих переселил из бараков и землян и переселил в такие дома и расселил всю страну после войны особенно очень серьезно все кричат а вот сталинки и пристали сколько не стали кастку хрущева представили и барами что такое нелинейный нарратив можешь сказать вот везде на каждый на каждой твоей работе написано причем разным цветом можешь объяснить голубой зеленый желтый фиолетовый но везде одно и то же ну да ну это одинок вы картины да все сделано от руки и не мной максимум усилии который мог там я все придумал но нарисовалась ну это нормально это практика по всему мере используется лучше как говорится художники имеют команду главная эта идея согласится ну а я походил сам все рисовать идей много у тебя сейчас вот вообще рождается много ассистентки работы давай да я скажу да ну да 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 в общем то плюс-минус одно и то же и поэтому вы все равно остается актуальным вот это круто это круто это оценочное суждение смотрит да но тем не менее это же факт это интересно вот смотри там написано символ это как будто птица сидит на крыше вот у тебя там птичка есть да что это вот может ну но все они отличаются между собой только цветом слова народе окошками и окошками и окошками но эту серию ты создал не специально для этой выставки она была у тебя до этого по-моему специально для выставки художник космос куда ты же ее и представлял все верно понял тебя а что а что-то ты создал специально для например черного кота ты специального нет нет уже бар и в этом есть тряпочки идти прям бы специальные для идея висящего стула расскажи о чем прикол там просто у меня не показывает еще еще воскресе блага вот этот крюк нужен я сначала мне не нужно играть и потом я увидел что у меня есть стул который можно меня а на нем был крюк и на нем висел какой-то стул можно сделать из этого арт-объект и получилось может кто-то сегодня уйдет со стулом валера читака свою коллекцию как у андрея жамалахова его на кухне по моему твои как раз твои работы очень-очень здорово как тебе самого это пространство тебе нравится для выставки энергетики я абсолютно все ядерно все ядерно хорошее но я все ядерно хорошее зерба музей ну да да был бы вот там вот надо было где все бы там было бы делать на улице ну на улице ты спросил что поняли да просто линейный нарратив это когда есть есть начало середины и конец они линейный нарратив для того чтобы не долго не рассуждать просто примеры можно привести самый яркий пример нелинейного нарратива это каминальные чтиво тарантий то есть история рассказывается мы все прекрасно знаем кто кого-то но герои к герои которому мы как которому мы концу фильма проникаемся его убивают раздробаш самое начало его убивают а мы к нему прониклились концу фильма это ездим и нарратив то есть события события такая книжку читаешь сначала начал середины прочел пуги причем сунду и прошел середины потом потом конец потом чуть-чуть начал был опять чуть-чуть середины потом потом начал целиком и типа другого каламбур не менее на россию бать флоренскими вам чуть такое говори мне что это это какая-то постмодернистская идея кого-то там тебе нравится слово постмодернизм вообще вот эти все термины я люблю говорю что я модернист я за розовый период модернистский валер скажи а нормальный художник он всю жизнь самоизоляции как ты считаешь по своему душевному стою ну дальше ты ты предлагаешь универсальные категории применять а их не бывает просто художник либо просто женщина есть женщина 20 лет 30 лет 40 45 50 и 80 и так далее это все женщины уже бывают такой бывает старый художник начинающего будешь бы коммерческий неуспешный поэтому нет такого что ты просто сказал про свою мастерскую что ты там чувствуешь себя в своем тарелке поэтому я там просто просто ну я там бартенев как-то раз в выпуске сказала эту фразу что нормальный художник всю жизнь самоизоляции это было знаешь что то что под пандемию типа когда все сидели дома а бартенев сказал что для художника молча изменилась он и так типа в мастерской много для работы это как раз без без внимания к нему к себе не очень и не очень и что называется флоришки же мы наглые были и любви к природе появилась потому что я видел как беспощаден и индустриализм и хотя ну красиво он он же специально привлекает себе внимание яркими рядами не характерным подходом к чему-то там принципе я бы сказал что с его стороны рассуждение про самоизоляцию это кокеса потому что ему да как раз зритель нужен есть художники которым зрители дальше что-то делать надо чтобы это готов просто патчи стопками выкладывать для работы складывать хлебом не кормить на публику разный бой я не планирую ничего не ближайшую жизнь неделю жизнь мы не знаем что завтра надо сейчас да я я индустический подхожу у меня свои свои проблемы своя война свои демоны происходит происходит свои демоны оккупируют мозг и поэтому тут конечно конечно скажешь ты живой человек собака лает арт патруль знает что я тоже знаю надо идти своим путем и знать что ты как бы и в себе скажем так удовлетворен собой это же важно вот я вот и скажу очень важно быть удовлетворенным именно самим собой чувствовать что ты живешь и тебе хорошо внутри от того как ты действуешь мне зачем понравилось я где твои дури видел на космоску где ты говорил на этом на прошедшем это говорю а чё такое чего вы все на панике ты потому что все же хорошо вот смотрите покупили все искусство попили космоску люди 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 все что у нас тут диктатура вот диктатура да где ты видишь диктатуру где ты видишь и какой-то серьезный экономический упадок что-то я блять не заметил где тут же там патент и президент и должны везде висеть как в Африке на улице нет а вот я тебе как в Африке как у нас это было еще 30 лет назад я могу тебе сказать как художник года ноль внимания со стороны в России если ты не высказываешь ничего не веришь живешь своей жизнью никто тебе ничего не будет говорить а вы должны высказаться я не говорю ни одного ни влево ни вправо ну и по центру меня тоже так короче ты не линейный нарратив давали да да ты не линейный нарратив спасибо что я приехал и привез такую свистую камазу встретились здесь мне очень нравится Аня во первых я реально считаю что она крутая что она реально топит за свой город что это это очень важно братан это очень круто что она не она не сергиево посадки худельников привозит в Москву а она сюда московских ведет и везет сюда тусовку да потому что смотри вот детишки бегают молодежь бегает давай так и ты и я понимаем что в нашей стране я знаю что ты очень бережно и трепетно относишься к России я это знаю ты это часто подчеркину я просто это наблюдал я по крайней мере так делаю да и я считаю что это очень важно когда в регионах что-то происходит да когда люди соприкасаются с современным искусством в том числе да они даже если они приходят им не нравится им кажется что это что это ебалово в общем они по крайней мере видят что-то да конечно им кажется ебалово но у них все равно что-то обязательно отложится да да а почему это ебалово а как это работает даже даже на антагонизме можно выставить гораздо более интересные отношения к миру чем просто выставить свое и если видишь это какое-то говно а что не говно ты приходишь домой и видишь ой а это не говно я делаю не говно я сегодня буду на плохом языке а вот я могу лучше сделать да и вообще знаешь я считаю что общество наше даже общество оно очень сильно прогрессирует от москвича к москвичу ты крутой во всех смыслах и дай бог тебе здоровья и творческого вдохновения бро тебе того же да спасибо ты молодец делаешь хорошее дело спасибо тебе большое показываешь людям что искусство это ну это такая хайповая штука это не просто какой-то маргинальный какой-то полу-по-два а это еще такое клевое ну это хорошо а это может быть и большой ангар сергиев посаде ну а это может быть большой ангар сергиев посаде друзья это был валерич так на сергей посаде на выставке поселок городского типа друзья ну что открытие валера читай к себе в самом разгаре я встретил дорогого любимого грубо крутейшего русского художника вы все я думаю знаете роман ермаков собственные персоны сергиев посаде на электричке на электричке электрички калиф я обожаю я всегда в нем уверен вообще всегда уверен в него а он и всегда уверен в тебе что я на нем поеду да ты сергей посаде часто вообще бывал я последний год приезжаю часто благодаря анечке куратору выставки потому что она меня звала в трикотажку на лекцию да я приезжал раз со своей мы как раз друг за другом с тобой приезжали а потом я приехал уже рассказывал про пабликар поэтому за этот год я сюда наездился и между прочим не просто так потому что на первой лекции меня заметила местная керамистка саша маврина так она вдохновилась моими костюмами придумала керамические объекты и сейчас в музее всероссийским декоративного искусства и поставляю здесь москве поэтому здесь вот эта активность такая да она рождает новую активность когда ты не отвлекаешься то тебе приходит еще больше и больше всевозможных опций как эту активность в качественный результат переделать тебе приносит радость стул Валера Читака мне приносит радость подвешенный стул потому что это не норма я очень люблю когда что-то переходит в какие-то нормальности знаешь то что должно стоять на полу вдруг висит в воздухе это сразу же позволяет подумать еще о чем-то больше значит этот ковер практически может быть и ковром самолета он тоже может взлететь понимаешь поэтому я люблю когда нечто приходит в противовес с обычностью не из-за того что это так мне все время хочется нет это позволяет быть пластичнее вдруг воспринять потом что-то еще новое если я увидел подверженный стул значит дальше может быть больше понимаешь и это классно и вообще пространство здесь ведь она нам об этом и говорит что выставка может быть не только в музее или в галерея чтобы выставка может быть там где художник художник решил ее сделать в の admiredw и это круто это значит во первых что очень многие могут быть художниками потому что их энергия может изменить пространство если вы меняете это пространство если вы привносите в него то что можете сделать только вы значит для вас нет границы для настоящих художников границ пространства не существует 100 процент а золотое правило морали как вписывается с художника когда границы одного человека заканчиваются там где начинаются границы другого я считаю что художник конечно должен делать добро добро до созидать потому что обидеть это очень легко на самом деле и и быть заметным на этой почве да но я считаю что все-таки делать добро и стремиться к искусству которая помогает увидеть лучшее в этом мире это подвиг поэтому гораздо сложнее гораздо сложнее да конечно потому что чтобы найти свой смысл своего действия это нужно взять за это еще ответственность понимаешь и вот взять ответственность за что-то действительно большое великое это нужно очень много много работать поэтому я за добрая красивая и за вечная вечные ощущения от выставки черный кот понравился по моему изюм вообще я считаю что валера может еще масштабнее делать и это такой разгон мне кажется я считаю что для сергей посады это масштаб для сергей масштаба даже даже в масштабе он открылась на голову блядь не не абсолютный но я просто к тому что сергей в масштабе масштаба это посадно это был роман ерваков смотрите выпуск ставриды дорого а граммой сбор скульптуру юлу прямо на в на сопке с видом на бухту капсель и черное море из город судак а и 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 стр и и и и и и и и Какие круги ада прошли, что хорошее? Ну да, чтобы круги ада, я просто в какой-то момент, наблюдая в соцсетях, не смог пропустить само событие мимо, вот, и не приложить руку, потому что, ну, Валера приезжает в наш, в наш, как, ну, небольшой городок, да, и знакомая моя организовывает эту выставку, тут как бы нельзя пропускать. Я думаю, ну, я приду сюда и помогу, конечно. Ну, я пришел, я думал, здесь много ассистентов будет, а оказалось, что мы, ну, фактически втроем, я, Аня и Валера, вот, стелили, набивали картон на стены, вот, собирали персонажей из разных кусочков, потому что Валера была упакована все в папке, вот, мы оттуда разбирали, подбирали, собирали эти дома, вот. Вот, я докрашивал, Валера показывала мне линии, где доводить, вот. Я ее проводил еще раз, чтобы это было, было не в один слой, было лучше. Ты помогал, да? Да, я помогал, стелил картон, в общем, помогал, вот. В конце концов уже, как бы, подуставши, уже захотелось что-то еще поблагурить, я в какой-то момент подошел, пока никто не видел, я поставил вот эту вот кляксу. Ага, коварный, а? То есть, этот картон купят, ты попросишь свою маржу. Может быть, не знаю. Да и за кляксы купили. Я, в общем, не смог этого не сделать, я поставил кляксочку маленькую. Вот, ну, я, конечно, сказал потом Валере, Валера говорит, нормально. Надо подписать глазунов. Наверное. Валера говорит, нормально, все, не парь, все как и должно быть. Вот, вот так вот получилось. Все искусство создается так, как и должно быть. Ага. Вообще, художникам тяжело живется в Сергеев-Пасаде или нет? Или хорошо? Я не скажу, что хорошо, но достаточно тяжело. Вот, достаточно. Покупают мало, да? Покупают. Я в продажах сейчас не силен так вот, чтобы, потому что я не так давно вышел из диджитала. Вот, начал писать акрилом, понял просто, мне нужно пачкаться в краске. Вот, и от этого лютый кайф просто. Получается. Вот. И, как бы, если найти покупателей, я думаю, можно продавать работу, конечно. Вот. Сто процентов. Покупатели есть. Богатые люди здесь есть. Да, есть. Есть. А город любишь свой? Люблю. Люблю. Глубочайшая история, интереснейшие корни, просто неисчерпаемое вдохновение можно оттуда брать. А город. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Серега, привет. Привет, Юр. Друзья, хочу вас познакомить. Сергей Шейн, известный экскурсовод по Сергеев Посаду. Молодой, мы с вами ровесники почти. Сколько лет? 24, да. Мне 27. И, собственно, куда мы сегодня пойдем? Святая святых, правильно? Святая святых. Слушай, ну, любое слово, связанное с Сергием Посадом, будет выдавать тебе лавру. Лавра первая. Первая, что попадается во всех путеводителях. И мы туда и отправимся, думаю, так. Отлично. В детстве так было принято, что по выходным у себя старались с мамой, с родителями выехать в лавру. Всегда на меня это производило, честно тебе скажу, невероятное впечатление. И будет интересно сегодня погрузиться именно в историю лавры. Я надеюсь, что нас по полу обожаем погрузить. Погружу, погружу. Слушай, даже скажу, что ты вот в детстве, когда ездил, ты совершал такое, можно сказать, мини-паломничество. О паломничестве мы поговорим, потому что множество и правителей, и крестьян, баер, ну, в общем, весь люд на Руси ходил пешком от Москвы до Троицы, то есть Троицкого Министеря. Я думаю, ты не пешком ходил? Нет, нет, я на Ниве. На Ниве, ну, тоже неплохо, да? Испытания были. Да, да. Вот, это главное, мне кажется. И сколько же путь занимал их? У кого, у всех по-разному, но в данный момент времени люди ходят, да, по этому пути, вот. И он у нас сколько? Он сейчас спрятаться от города? Сколько? Пять-шесть дней идут люди. Пять-шесть дней? Да, представляешь? От Москвы, от Красной площади прям есть дорога в Лавру, указывается с табличками QR-кода. Пешеходная? Пешеходная. Слушай, я никогда не видел. Не видел. По Тверской улице идешь, везде, таблички к Новым Кваденхак, Акведуку, указывающие по лесу, по живописным местам, интересно, там, Тищем, Тищенское водохранилище, там, Пушкино, Радонеж. Да, вот мимо, как раз дорожка проходит, и вот люди приходят, даже есть паспорт паломника, ОК. Паспорт паломника? В наше время, да. А ты водишь такие экскурсии? Слушай, каюсь, каюсь, ни разу не ходил пешком от Москвы до Троицы, потому что мне-то сложнее, мне сначала доехать до Москвы, а потом обратно. То есть так сложно, еще не ходил. Я хочу летом хотя бы не пройтись, пять дней все-таки сложно выделить и в плотном городике, что называется, современного мира, но вот на велике проехаться можно за два дня. Читерство, ну, засчитают, я думаю, да? Засчитают, засчитают. Вообще много туристов едет в Лавру со всей страны? Слушай, в Лавру едут, да, потому что Лавра – это второе место после Кремля Московского, куда привозят всех иностранных туристов. Ну, или привозили. Сейчас китайцы должны открыться вот этот шлюз и множество наших друзей приехать как раз в Лавру. А в понедельник-четверг, когда Кремль закрыт, то здесь наибольшая, скажем так, нагрузка, очень много людей. Но они не посещают город. То есть у нас в городе такая, знаешь, очень интересная история, что вот если мы посмотрим внимательно на здание, например, торговых рябов, потом за нашей спиной зрителей не видят, но я думаю, мы скажем им об этом, находится здание новой гостиницы Лавры. Это все строит Лавра, потому что Лавра в конце 17-го века, так задуматься, это третье землевладение на Руси. На первом месте царь, на втором патриарх, на третьем именно троицкий монастырь. Друзья, что вы встали, потому что мы ждем свинкафора. Да-да-да, 16 секунд осталось. У вас в Сергеев Посаде люди сколько в свинкафорах проводят? Я постоянно здесь стою, меня это угнетает. Сколько лет Сергеев Посаде? Сложно говорить вообще о городе, потому что само наименование Сергиевский Посад появилось только в 18-м веке при Екатерине II. Раньше эти села и слободы называли просто троицкими селами и слободами. И, соответственно, 1337 год, это год, когда пришел Варфоломей, это будущий преподобный Сергий, на эту землю. Если так представить, 14-е столетие, глухой лес, отсутствие воды, пищи и дикие звери. Здесь? Вот здесь, да. То есть вокруг ближайшее поселение, только село Радонеж, это 15 километров. Ну, как раз в сторону Софрина, недалеко. И вот здесь гора Маковец, и Сергий начинает здесь жить. Это удивительно. Просто почему, как, зачем? Ну, в житии Сергия написано, я думаю, можно об этом будет даже отдельную историю снять по житию Сергия. Потому что жизнь такого человека, который называют игумен землерусской, называют объединитель землерусской. Ну, и прочие, у него есть такие наименования. Конечно, это очень человек для истории России важный. Ну, а вообще кто он? То есть вот изначально, что они вот такие самые известные факты? Сергий вообще боярский сын. Боярские дети — это войны. И вообще это всегда, скажем так, опора, опора князя. И, соответственно, один князь московский, Иван Калита, разоряет земли ростовские. И боярам пришлось, в том числе и семье Сергия, на переехать на окраину княжества московского, село Радонеж. Ну, Сергий, и мы видим, Сергий Радонежский, собственно говоря, по названию села и происходит. И в возрасте, ну, точно мы не знаем, но вот каком-то там 20-25 лет где-то так. Он приходит вот на это место и начинает здесь жить. Удивительно. Самоизоляция. В лесу. С семьей? Нет, нет, один. Один, один. Правда, спасается он не от вируса физического, а духовного. Серега, я знаю, что ты нам покажешь те места, где нет никого. Да, мы когда поднимемся, слушайте, мы поднимемся на колокольни. Колокольня одна из самых высоких в России. Вот, например, так, житель Москвы, я думаю, видишь постоянно колокольни Ивана Великого. Да, да, да. А вот наша колокольня на семь метров выше колокольни Ивана Великого. Да ты чё? Тогда был указ запрещающий. Как и столицы столицы. Ну, что православная столица так давно уж. Так что мы, я думаю... А Сергеев Посад считается православной столицей России? Да. А как это? Ну, нет, это нигде не обозначено. Это, знаешь, как бы любят городам давать разные названия. У нас же каждый город стремится стать какой-то столицей. Столица огурцов, столица туризма, столица еще там, не знаю, закатов, как Нижний, например. Да. А, или... Какие ты еще столицы знаешь? Да, ну, северная столица. Вот северная столица. А это что за северная столица? А, ну, в смысле Питер? Простите. Пару лет прожил в Петербурге. А это в Ставе. Ну что, пойдемте? Забираем. Можно сказать закрома? А, нет. Нет. Ну-ка. Это не скриняя. Ну да. Друзья. Поднимайте. В патруле вы можете увидеть то, что не показывают нигде. Пойдемте на колокольник. Так, расскажешь немножко, пока... О! Маленький колокол. Слушай, колокол вот недавно отлили. К сожалению, он без дарственных надписей, но колокола часто дарят монастырям. Делают вклады. Это, помнишь, как я тебе говорил про земли, земельные вклады на дело давали? Да. Так и колокола. И мы даже увидим колокол, который велел слить слугай конюшен-боярин Борис Годунов. Тот самый. Колокол сохранился. Ух ты. Так, да, колокольник XVIII столетия, но можешь обратить внимание, здесь есть интересные буквы. Сможешь угадать, какие? Их, правда, надо отзеркалить. То есть, главный вид-то с той стороны будет. Земли. А, я понял. Вот видишь. Т. В. Т. В. Т. С. Да, и латинская эль. Троица Сергия Лавра. Вензель монастыря Троицкого. Троицкого. Потому что, ну, знаковая постройка. Троицкий. А что на латинице, а не на кириллице? Ну, это конец XVIII века. Традиции такие, что происходит, скажем, перенимание многих и архитектурных моментов. Ну, собственно, бароник, это оно и пришло к нам, как и многое из запада в тот период. И поэтому, в том числе, и латынь спокойно может использоваться и в украшении зданий. Ну, и вензеля, как правило, да, тоже они на латыни создаются. Вот так. Очень круто. Пойдемте дальше. Йооо. Да ладно. Ну, колокольчик. Шшшш, колокольчик. Маленький колокольчик. Маленький колокольчик. Вот мы бы с тобой вдвоем смогли бы раскачать язык? Слушай, во-первых, вес колкла 72 тонны. Это как-то дикость, когда позавтракаешь. А язык весит 2 тонны. Давай попробуем, сможем. 2 тонны, давай. Тут, правда, реставрация идет, но то есть мы не сможем его. Но давай попробуем хотя бы сдвинуть. Ну, давай вместе. Ну, давай. Ну, да. Ну, в принципе, нормально. Дальше сейчас главное, чтобы оно обратно пошло. Мы так и прозвенеть можем. Слушай, если это зазвонит штуковина, меня больше на территорию лавры не пустят. Так что, я думаю, не будем сегодня мы рисковать. Рисковать, да? Слушай, а я помню, ты спрашивал, а как это все отображается в колоколе? Ну, надписи дарственные и так далее. Пойдем, что покажу. Какой век? Слушай, 2003 год. А. Это современный. Современный колокол. 2003 год. Пойдем нам сюда. Циркон славянский, как ты понимаешь, не понимаешь шрифта? Ну. Давай я тебе помогу здесь прочитать. Да. Ну, тут, в принципе, все понятно будет. Вот, что можем прочитать здесь. Ну, это при. 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 Президенте. Те, да. России. Так. Владимире. Путине. Все. Благословение. Святейшего Алексея. Второго. Это Патриарх, который был до Кирилла. Да. То есть на колоколе всегда пишется, кто правитель, на какие деньги отливается, кто благословил. Слушай, Путину уже как императора записывал. Не, не, не. А он, я не знаю. Мне кажется, даже он об этом не знает, но это просто традиция. То есть это всегда пишется, кто благодетен. Вот этот колокол поменьше, кстати, весит 35 тонн. В него, ну, гораздо легче звонить. В него звонят, если мне не изменяет память, человека три. То есть полторы тонны. Вот здесь мы можем даже раскачать. Вот, но чтобы звонить на протяжении, ну, представляешь, да, 15 минут надо это все тягать на себя. Как часто звонит эта колокольня? Раз в неделю точно. С чем связано? Но царь колокол, царь колокол. Объясню сейчас, да, потому что, может быть, возникнут путаницы, кто-то скажет, как же царь, царь находится в Кремле, да, колокол. Вот, но напомню, что царь колокол в Кремле, к сожалению, ни разу не звонил. Да. Вот у нас на колокольне самый большой действующий колокол в России. А-а-а. Это самый большой действующий, да. Вот, именно действующий. Потому что... Больше, чем на храме Христа Спасителя, да? Да-да-да. И на храме Христа Спасителя не помню сколько, но меньше намного, да-да-да. Вот. Вот. В 2003 году отливается на Балтийском заводе Кремлестроительном. Ну, в Петербурге, естественно. Ну, вот. Звонит этот по самым большим праздникам. Ну, ближайший только Пасха будет, 16-го там, апреля, как вы понимаете, потом на протяжении всей недели. И только по 12, ну, 12 праздников, да, 2 на 10-е. Ну, вот вы видите, да, отозвонит колокол до сам. Потрясающе. На территории монастыря, слушай, очень много храмов отдельно стоящих, но они все были построены в разный период времени. Но первый собор, это собор Троицкий, где мощи Сергия Радонежского, где иконостас Андрея Рублева с золотым куполом. Вот он. Вот, да. К сожалению, сегодня он в лесах. Мощи преподобного Сергия. Этот собор важен был для многих правителей, потому что, например, Ивана Грозного здесь крестили. На тот момент еще не Грозный, всего лишь Иван, да, будущий наследник Великого княжеского престола, но здесь он был крещен. Потом Иван Грозный множество раз приезжает, и, например, строит Успенский собор с голубыми куполами. С этого ракурса его не видно. А вот продолговатая палата, видишь, такая разноцветная, и ты сразу сказал, вот, итальянцы. Да, итальянцы. Ты не ошибся, слушай. Строят итальянцы эту палату, и эта палата трапезная. То есть построена, понятно, для совершения торжественных обедов. И в конце 17 века эта палата самая большая, бесстолбная палата на Руси. То есть без столпа. Я думаю, мы зайдем еще, увидим, и это масштаб. Объясни, что значит без столпа. Ну, опора, опора. Обычно помещения в нашей тюрьме строились на опоре, на столпах, которые поддерживали свод. Здесь же итальянцы свои новые технологии используют, новые какие-то веяния, и создают арку большую. Без столпов. И 510 квадратных метров для людей 17 века. Но это бомба. Даже сейчас это очень... Это, да, достаточно такое... Внушающий. Я думаю, еще зайдем туда. Внушающий, невероятный. Я хочу сказать, строили итальянцы, но с русскими напевами. То есть очень... Да, конечно, согласен. Очень... То есть терем, да? Напоминает вот эти, видишь, это 2D, скажем так. Это краска. Да. А кажется, что это... Горновитость, да? Ну, да, да. Горновитость, да? Как будто даже гобелены. Ну, то есть вот зубоглая. Такая история. Сейчас будем подниматься по винтовой лестнице, она будет закручиваться, но главное, чтоб тебя голова не закружилась, поэтому ты не спеши. Ну, падать некуда. Ну, падать некуда, но все-таки за веревку, если что, тоже держись на всякий случай. Да, да, да. И по винтовой лестнице мы пойдем. Сколько это лестнице лет? Слушай, это лестница, вот белый камень, ну, это прям при постройке. Это середина 18 века. Находимся на... Слушай, на колокольне третий ярус из пяти. То есть это только половина, ну, примерно где-то 50-55 метров. Вообще колокольня, напомню, 88. И между третьим ярусом и четвертым находятся куранты. То есть часовой механизм. Вот ты спрашиваешь, кто будет звонить. Никто не будет звонить. Механизм английский, начало 20 века. Но как куранты на Спасской башне, например. И вот эти маленькие колокольчики сейчас зазвонят, как раз потому, что если мне подсказывает отсутствие моих часов на руке, мои виртуальные часы в голове, да, то, соответственно, они зазвонят. Вот. Механизм работает до сих пор. Раз в неделю по субботам вот эти противовесы заводят. Грузило в 200-300 килограмм. И вот этого завода хватает на целую неделю. То есть это такая вот история, продолжающая традиции завода монастыря. Вот. Ну, а вообще звонарь, если к вечернему богослужению звонят, то звонит, естественно, вот на этой платформе, отъедешь, встает и обрати внимание все язычки, они связаны, ведут туда. Да, да. Постой. Вот. И он может, да, естественно, всеми колоколами управлять, но за исключением вот этого лебедя. Колокол – это подарок конюшеного боярина Бориса Годунова. То есть будущего царя. Вот. То есть это вторая половина 16-го столетия. Ну, вот. Это всё. Это всё? Да. Ну, что? Слушай, красота, красота отсюда открывается, я считаю. Да, да. других точек этого чудесного города да конечно у нас была уникальная возможность сегодня подняться на колокольню вот подвиг мы совершали кстати вон она друзья она с любого ракурса видно самого высокая колокольню стране ну 1 из давайте так невероятное наследие древней руси слушай мало что удалось показать тебе хоть может быть показать что это много на это лишь малая часть всего процентов 5-6 потому что к сожалению за недостатка времени думал я что тебе предлагаю я предлагаю сюда вернуться с арт патрулем теперь прямо более знаешь как-то основательно подойти к этому вопросу и снять прямо подробно здесь есть на что посмотреть здесь что посмотрите что рассказать самое главное у меня 78 часов минимальные экскурсии идут собственно говоря мы с тобой только сколько ну полтора часа бородили до ночь смешно что массово так что надо дальше делать поэтому я буду запланировать погодка может быть улучшится летом например летом мне кажется здесь прекрасно летом вид открывается бомбе и очень интересно было бы заглянуть в мастерские иконописи ухты вот эти задачки ты мне ставишь но я думаю мы сможем что-то придумать потому что ну иконописные мастерские правда здесь есть потому что в них нас следует традиции андрея рублева то есть это прям золотой век русской конописи мне кажется надо будет я постараюсь постараюсь организовать это думаю на сумму указать для наших зрителей это будет бесценно слушать и но тогда надо делать и вообще люди будут дай бог прижать риги посад и смотреть наш выпуск как путеводитель я мечтаю это сделать так что давай осуществим давай осуществим друзья за русь и беларусь подписывайтесь на арт патруль приезжайте на экскурсии к сергею шейну приезжайте на экскурсии к сергею шейну сергей в посад любите искусство но без него свою страну и будьте счастливы а а а а а а а а и а Возьмите мое царство Кто там? Мы сейчас находимся в месте, которое называется «Трикоташка». Простыми словами, это самое популярное арт-место в городе Сергеев-Пасаде. Все его знают. И вот номера, в которых мы, кстати, остановились. Вот «Ажур» – мой любимый номер 4. Вы все знаете о мельчинке 4. И «Велюр» – номер 3. Мы сделаем вам небольшой рум-тур. Либо фоточками, либо пройдемся. Это отдельное произведение искусства. Вот смотрите, друзья, вот сюда. Если говорить про нашу креативную индустрию, приезжают крутейшие художники. Глеб Солнцев, Рома Ермаков, Велд Квин, по-моему. Кто здесь? Миша Мост. В общем, кто здесь только не выступал? Я, собственно, здесь выступал. И вот здесь ребята сидят, местные. Сергей Пасад. Смотрите, как все уютно. И люди получают полезную информацию, собственно. Тут даже будка Лондона есть. Видите, как Сергей Пасаде. Друзья, вот везде реклама выставки Валерия Щитака. Это вообще известная картина, но это ее реплика. Подарил мне муж, он так меня видит, что я захватываю мир. Да? Это копия, да? Да, это копия. Но это именно маслом, это не принт. Масло, масло. Твою идею с этим. Это еще моя. Я ее нашла, там, Пинтерест, он, конечно, кладезь, если ты не можешь где-то насмотреться, то ты можешь сидеть и по ночам насматриваться через Пинтерест. Это выставочный зал. Вообще, это задумывалось как зал для йоги. И вот в эти выходные здесь даже проходил небольшой ретрит у наших гостей. Мы его можем закрыть. Друзья, вот вам подумать, вот смотрите, как раз написано, как близко мы готовы подпустить человека, а еще важнее, как далеко мы готовы его отпустить. Вот подумайте и напишите в комментариях ваше мнение, как вы считаете. Хорошая такая фраза. Для подростка границы способ опробовать силы, выйти за пределы и увидеть, что возможности безграничны. Ну, точно. Слушайте, вы посмотрите, какое решение. Ну, то есть по крайним вот этим проводам ток приходит в распаечную коробку, а дальше он идет уже к... То есть провода ты хочешь сказать, где, внутри? Ну, это ретропроводка, да. Ретропроводка. Да. Покажется просто веревочкой. Так, вот эта зона у телевизора, тоже отдельный вид искусства. Тут ковер, как в советское время, да? Слушай, я... Ковров у нас много. Да. Это такой хороший способ работать со звуком, с архитектурой, с дизайном, поэтому... А у нас в номерах нету телевизоров, это принципиальное решение. Ну, как бы я считаю, что в спальне телевизоров быть не должно, а в основном люди должны отдыхать и спать в номере. Поэтому, если очень хочется, можно здесь посидеть, что-то посмотреть. Вот что такое, много ковров, да, получается, друзья? Чтобы вы понимали. Прямо как в гостях у Хана. А, это хостел у тебя же здесь, точно. Это не считается хостелом, кстати. Это считается мини-отель с капсульными номерами. Есть свет, локер, розетки, поднимающийся столик, чтобы пространство увеличить. О, морковки тоже. Столько здесь у тебя штук крутых. Ну, это морковки к Новому году. Свечки? Да, это свечки. Друзья, Сергей Морковкин, собственные персоны. Привет. Всем привет. Всем любви, моркови, витаминов. Морковкин, да. Морковки гигантские. Так, шкафы. Вот это, конечно, работа. С Валерой мы вчера разговаривали как раз с Читаком. Это несколько художников здесь, да? Да, тут Иван Симонов, Иван Ермаков. Валера Читак, Загорск. Да. Ваня Симонов. Да. Ермаков и его скульптура. Да, тут прям много ребят. Валера мне говорит, я Читаку говорю, это только, да? По второму говорит. Нет, говорит, я так никогда не нарисую. Я не умею. Я говорю, я понял. Ваня. Номер оформляла сама. Вообще, я все номера отдала разным творческим людям посада. Это очень красиво. Небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел тебе светает. Смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай. Пусть пенье дождя далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный. Друзья, пути искусства неисповедимы. И вот мы снова встретились, как... Когда это было? В сентябре. В сентябре. Да. В сентябре в Железногорске. Обязательно смотрите выпуск арт-патруля из Железногорска. О, привет. Привет. Жители города Железногорск? Нет. Нет? Меня зовут Маша. Очень приятно. Я из Грежа. Из какого? Который неподалеку здесь? Из ТОшка видел. Ты что, не слышал из Москвы? И кому мы хотим горелять привет? Кому? Всему Железногорску. Я завела там кучу друзей. Мы общаемся. И это было лучше. Это биеннале про жизнь. Это была лучшая Железногорская индустриальная биеннале. Огромный привет Цикорию. Да. И Дорофеевой. Of course. Ты считаешь, для города это большое событие? Ну, я думаю, да. Мы привлекаем людей, мы сходим. Я, кстати, читаю лекцию здесь. Приходится. Я очень рад тебя видеть. Везаимно. Железногорску приветствую. Я предлагаю пойти поесть пиццу нам. Как считаешь? Да. Пойдем, димись пиццу. Успеем. Все кости лучшие. Искусство. Медовуха. А на сцене Вико Пелосяков зажигалась. Хорошая музыка. Что еще надо для счастья, друзья? Будет оконек. Будет ураган эмоций. Фу, мне нравится такая музыка. Ты прям все светишься. Да. Ты счастлива? Я очень счастлива. Ты огромный молодец. Моя мечта сбылась. Мечта сделать в городе крутую выставку. Да, масштабную. Масштабную крутую выставку. И начать с Валерией Штага. Это отличная начало очень высокое. Мне кажется... Высокофланка. Реально. Давай немножко о выставке поговорим. Вот как она формировалась? Как ты это все делаешь? Все на картоне. Внизу картон. Валера все время палочкой поправлял. Слушай, мы привезли из Москвы смотанные коробки. Они были смотанные скотчем. Мы начали это раскладывать. Это был целый пазл. Нужно было его собрать. Это было очень сложно. Мы начали его собирать. Помню, что коробок не хватает. Пошли в магазин «Светофор». Попросили коробки. Они пахли рыбой. Мы отбирали коробки, которые пахнут и не пахнут. Пытались их как-то крепить. Придумали систему балок. Сначала крепили на балки. Потом уже закрепляли стену. То есть, ну, как бы руки все изрезаны в кровь. Ну, это очень было интересно. Опыт именно поработать с Валерой. С таким художником я считаю его своим учителем. Потому что поработать с художником такой величины. Это для меня очень важно. Это правда. А магазин «Светофор» как же бесплатно вам коробки дал? Нет, не бесплатно. За них заплатили. А вы не сказали, что проект в городе дайте коробки? Нет, за них заплатили. Но заплатили как бы мало. Мне показалось, что выставка просто невероятная. Как ты думаешь, продастся что-нибудь из Валерина коробки? Я думаю, возможно. По крайней мере, Сергей Александрович очень заинтересовался работами. Сначала многие не верили, думали, что эти работы напечатаны. Никто не думал, что мы привезем сюда оригиналы. Но мы привезли оригиналы. Оригиналы в Сергеев Пассаде. Да, Сергей Пассаде. Это очень круто. Это же выставка одной картины, была на Космоску. Благодаря этой выставке Валера признана художником года. И для меня очень важно было привезти именно эти работы. Как раз соединить город картонный с городом в картинах. И потом мы еще добавили полотна на тканях. Мы печатали на шелке. И Валера их разрисовывала. А что написано за баром? Написано, что нету выхода. Ну, нету пути назад. Нет пути назад. И есть только путь вперед. Это очень круто. Есть только путь вперед, в который мы будем идти. Да, да. Друзья, а также обязательно Аня Синица делает великолепные броши. NFT делает, искусство и спорт. Твоя работа была представлена на выставке. И великолепные броши, в том числе у нас, с Натальей Гудовичей, с Аней проказывает. Покупайте на сайте и другие работы Ани. Спасибо. Потому что это реально произведение искусства. Настоящее. Спасибо. Друзья, не могу не похвастаться. Огромное спасибо Ане Синице, Валеру Читаку. Потому что это чудесная работа. Поедет вместе со мной. И теперь находится в моей личной коллекции. Как говорит Аня, Валера сам ее писал. Что это за материал? Это вот то же самое, что там, да? Да, это шелк с элементами сатены. То есть это шелковые нити. Это очень такой дорогой материал. На развитие современного искусства. Арт-патрулировано, друзья. Друзья, ну и по традиции в конце каждого выпуска Арт-патруль у нас конкурс. И в этот раз это мерч Валерия Читака. В данном случае чехол для паспорта с работой Валеры. И один из вас, а может быть несколько человек, обязательно заберут этот чехол подарок, который мы отправим в любую точку России. Ань, что нужно сделать для того, чтобы выиграть этот роскошный чехол? Нам нужно, вам нужно написать комментарии, с чем у вас ассоциируются многоэтажки и панельки. Да, то есть позади нас с Анной, вы видите работы Читака, как художника года на космоску, где он изобразил серию панелек. Мы говорили об этом с Валерой. Говорили о том, что это уже в нашем коде. Вот как будто в русской мысли, в идее. Вот из какого города вы бы не были? Из любого региона. Если в вашей жизни вас окружали такие же панельки, такие же серые, эти многоэтажные дома, пятиэтажные дома, вот эта вот русская реально такая трушная жизнь последних там 70 лет, да, советского периода, напишите в комментариях, с чем у вас это ассоциируется. С детства, с юностью, хорошее, плохое, эти падики, которые все исписаны и так далее. Мы выберем комментарии и один из вас станет победителем, и мы отправим обложку, и вы будете, как у Майковского, я гражданин Советского Союза. И вы наденете эту обложку на этот паспорт, а мы с Аней выберем из салеры. Согласны? Друзья, это была Аня Синица, Сергеев Посад и выставка поселок городского типа. Ана, спасибо огромное. Поздравляю.